В России поэт больше, чем поэт, да. Танцуют все! По Драмштайну это надо делать. Я американский шпион. На улицах, которые вы ласково именуете своими, так сказать, людьми... Пысечками? Да-да-да-да. Да, мы из комитета по проверке котиков, но надо сказать, что в вашем заведении мы можем поставить 5 баллов. Ваши котики... А дождь-то прекратился? Для пацанов у нас зонтик черный. А для не пацанов розовенький. Поэтому все для вас. Сегодня мы, в общем, в экстремальных ситуациях оказались. Уже провел экскурсию. Обычно я сначала снимаю, в этом провожу экскурсию. Сегодня все получилось наоборот. Фотосессию. Это я завис. И дождь. Ну а что делать? Что делать? Людям хочется контентику. Поэтому мы вам его сегодня додим. Если вы хотите погулять уже в этих... Да, тут иногда, знаете, зонтик будет у оператора мешать в кадре, потому что дождь идет. Вообще я выгляжу, конечно, мега эпично с этим прекрасным зонтиком. Пацанский, да, такой пацанский вид у меня, самый настоящий. Ну а как еще разукрасить этот прекрасный город, как не золотом? Вы можете посмотреть видео под названием «Мистический Петербург». Мы здесь гуляли уже и шли вот в ту сторону. В принципе, я рассказывал про эту местность. Тетки ошалевшие на нас смотрят из ресторанов. А сегодня мы пойдем с вами маршрутом, который я еще не снимал, зато миллион раз водил. Правда, начинали мы его вот с той стороны, с Васильостровской станции метро. К сожалению, мне его сегодня придется подсократить немножко по понятным причинам. Поскольку льется с неба вода, как всегда. Но будут у вас и дворы, и несколько очень знатных адресов в истории России. И я поделюсь даже теми наблюдениями, которые я делал, когда водил здесь группы. Потому что я, конечно же, всегда люблю задавать массу вопросов про то, про все, про пятое-десятое. Кто будет попадать? Водичка будет попадать? Ну что ж. Водичка будет попадать, а мы будем ее стирать. Ну а как еще делать? Про объектив. Я понимаю, что про объектив. Зато, смотрите, какие пустые у нас интерьеры, экстерьеры. Вот здесь наша очередная вент-шахта. Причем в кои-то веки мы можем заглянуть внутрь. Там даже сохранилась лестница, по которой раньше можно было спуститься вниз, либо наоборот, в зависимости от ситуации, подняться наверх. И вот здесь я тут высмотрел старую фотографию. Ну вот гаражи стоят. На них же нормальному человеку не придет сейчас в голову играть. А как я рассказывал в видео про советское детство, на самом деле это такая кормообразующая часть бытия. И вот сейчас я вам поставлю фотографию с этих гаражей, где дети прямо туда лезут. И их подловили в кадре. А мы тем временем приближаемся к главному тотему этого места. Это то, если бы Шрек переспал со слицей. Что бы получилось. На самом деле это довольно старая конструкция. Она здесь была и в советские времена. Вот здесь, кстати, мы как-то водили экскурсию. Я вам сейчас подставлю кадр. Тут нас встречал местный танцор-каратист. Показывался, возможно, и по. Как он там, что умеет делать. Я не знаю, что это и Егова. Вот что такое. Видите, мне сейчас... Так, молодой человек, денег стоит при съемке. А почему меня снимают, меня, а я тут главный член? Есть-то, есть второстепенные, а есть главные. А есть многочлен. А это денег стоит? Ученика надо на месте заплатить и все. Вот жадный какой. Мы пойдем поклонимся нашему. А кто следующий? Пока, будьте здоровы и счастливы. Ребята, вам тому же настроения желаем сейчас. Посмотрите, какая прелесть. На самом деле, эта тварь ест детей. Если вы не верите, я вам сейчас подставлю фотографию, и вы поверите. Одна девочка туда ушла, и больше она никогда не вернулась. Дракон стандартный, трехголовый, прошел все тестирования, испытания во всех специальных службах нашего города. И обычно, если вы придете сюда в 12 ночи, вы можете услышать голос тех несчастных, загубленных деток, которые исчезли в этой пасте. Поэтому я настоятельно рекомендую вам не ходить здесь в это время, чтобы не попасть в атмосферу фильма «Ведьма из Блэр». А мы с вами пойдем не туда, где выезжают автомобили, а вот сюда, в ту арку. Мы будем проходить сейчас мимо нескольких домов, на которых... Мимо нескольких домов – это неожиданно, правда, в Петербурге проходить мимо нескольких домов. На которых есть несколько мемориальных досок, я имею в виду. Мимо нескольких домов с мемориальными досками. И вот одна из них гласит о том, что в этом доме жил Петерим Сорокин. Я тут вот как раз спросил у своей аудитории, когда я первый раз здесь водил именно по этой стороне экскурсию, многие ли знают в принципе вообще, многие ли слышали такую фамилию. У нас, конечно, подняли руку где-то 3-4 человека, а у нас 50 с лишним. Какая прекрасная погода! А ведь на самом деле это человек, который основал факультет социологии в Гарварде и был его основателем, и все, короче. После проведенной экскурсии сегодня язык закончился. Один из самых главных социологов в мире, у него учился, например, некий человек по фамилии Кеннеди, будущий президент Соединенных Штатов Америки. И в Штатах это, ну то есть фамилия, особенно в профессиональных кругах, очень значимая. Он, например, один из авторов понятия социальной мобильности. То есть то, что сейчас у нас употребляется даже к месту и не к месту. Да, есть вертикальная мобильность, есть горизонтальная мобильность. Что там такое? Суп-лапша? Боже, суп-лапша! Вот. Вот ты вот так вот сделай, и не будет ничего капать. А, он попадает в кадр? А так не попадает. Вы видите, какая проблема? То он попадает в кадр, то не попадает. На самом деле, очень интересная судьба у этого человека, потому что он из простых. У него мать рано умерла, крестьянка. Отец начал бухать. И очень жестко избивал его и старшего брата. Петерим Сорокин говорил, что я знал двух отцов. Один ласковый и добрый, второй злой и, в общем, агрессивный. Один раз он избил их так, что, ну, они приняли решение уйти от него, ходили по городам и весям в поисках работы. И надо сказать, что работа иногда находилась для них. И параллельно вот этот вот маленький мальчик, он познавал грамоту. Встань пока под навесик, а я тут, вот, под навесик. Познавал грамоту. И придя в одно село, он выяснил, что там есть школа, куда принимают детей, но надо сдать экзамен. Он этот экзамен решил сдать. Я немножечко приберу уровень. И сдал. То есть, прикиньте, поступил в двухклассную школу, окончил ее. И затем вот так вот степ-бай-степ получил, как мы сейчас сказали, среднее образование. И решил ехать, поступать в Петербургский университет. Денег у него не было. Точнее, деньги были у него только до определенной станции. Он, тем не менее, купил для нее билет, доехал. И дальше ехал зайцем, прятался в тамбурах. Его выцепил проводник, но и сжарился над парнем, когда тот сказал, что, честно, вы знаете, я еду поступать, у меня нет денег. И, в общем, за то, чтобы он чистил гальюны и следил за горячей водой. Сейчас мы это называем бойлер, да? Ему позволило доехать до Питера. И он приехал сюда абсолютно на бабах, как говорится. Вот, обратите внимание, вот здесь вот есть доска Осип Мандельштам. Здесь он написал свои знаменитые строки, которые потом Аула Пугачева спела, переделав Петербург, а Ленинград. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. Только Мандельштам пел про Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. А вот та самая мемориальная доска о том, что со 17 до 20-го год великий мыслитель 20-го века с уколом Петерин Сорокин. Редкий случай, когда мемориальная доска читается. Плачет камера в автомате. Я вытеру ей слезки. Да, дождик такой не ехеленький начался. В университете, естественно, Петербург Сорокин революционизировался. Он затем вступил у нас в партию эсеров, социалистов-революционеров. Был арестован. Но за него заступались там ведущие профессора. И, в общем, к 17-му году он подошел с багажом А. Во-первых, он был редактором одной из главных эсеровских газет «Дела народа». Именно там в этой газете познакомился Сергей Есенин со своей уже следующей супругой Зинаидой Рай. Это во-первых. Ну, а во-вторых, он уже сделал карьеру и в научном мире. Он уже заработал себе имя. И он, приняв февральскую революцию, стал одним из соратников правая рука Керенского. Именно он участвовал в разработке указа закона о восьмичасовом рабочем дне, об отмене смертной казни, о всеобщей политической амнистии и так далее. И все бы хорошо, если бы не февраль. Ой, если бы не октябрь. Вот октябрь Сорокин уже никоим образом не принял. Он был арестован уже новой властью. За свои, как считалось, противоправительственные действия. Его даже обвиняли в том, что он готовил покушение на самого Владимира Ильича Ленина. Здесь мы, кстати, прервемся на секундочку, потому что вот здесь есть другая мемориальная доска, освященная Петру Петровичу Семенову. Тимшанский – это его кличка. Слушайте, а раньше же был. Раньше здесь был второй сквозной проход. А теперь его нет, и вообще дверь закрыта. Вот как все меняется. А я, между прочим, могу показать вам фотографии, которые до революции были сделаны в этом дворе. И там мы можем увидеть, во-первых, поленницу с пожарной лестницей, и тетенька выгуливает девочку рядом с этой же пожарной лестницей. Есть прекрасная фотография ракурсом вот туда. Вот если бы мы посмотрели в ту сторону, то мы бы с вами увидели, как здесь тоже идет бомба с то ли маленьким мальчиком, то ли с маленькой девочкой. Я каждый раз задумываюсь, вы представляете, какая судьба ждет вот этого ребенка лет так через это, когда наступит тот самый 17-й год. Тяньшанский, кстати, был известен, помимо всего прочего, тем, что он был у истоков, у меня закончились слова. В общем, он руководил первой серьезной переписью населения в России. Ну, помимо того, что написал им самый Тяньшань, который с китайского переводится там то, как небесные горы, вот то, как Божьи горы, и основная его заслуга – это как раз то, что он осуществил вот этот вот статистический подвиг, можно так сказать, потому что статистика была такой же модой, как и социология в конце 19-го века. И Россия наконец-таки узнала о том, кто в ней живет. Узнала, возвращаясь к Саракину, про свои социальные эстраты, то есть еще один, соответственно, термин. В общем, Саракин написал такое покаянное письмо Ленину, обещал отречься от политической деятельности. Тот его принял, простил, даже распорядился опубликовать, соответственно, это письмо в газетах. Вот, типа, буржуи все-таки, значит, умеют переквалифицироваться. И все. И он на какое-то время отошел от политической деятельности, его луначарский позвал в Москву, но Саракин начал писать свою работу «Влияние голода», «Влияние голода на жизнь человека». Какая-то была такая глубокая социалистическая, социологическая исследование. Ну и, в общем, это, как еще ряд его выступлений, такие, в общем... Под дождем у меня почему-то совсем со словами проблемы. Ребятки, извините, пожалуйста, да. Смыло, мозг смыло абсолютно, да. Окончательное, бесповоротное терпение Владимира Ильича Ленина лопнуло, и он распорядился, соответственно, Саракина еще раз арестовать. Его арестовали вот в том самом доме, мимо которого мы с вами проходили. И он был выслан вместе с остальными там профессорами, типа Гердяева, Лоского, на печально-тиминитом философском пароходе. Саракин, еще на ту беду, кстати, не принимал Брестского мира и вообще стоял за войну до победного конца, что тоже, как вы понимаете, не находило понимания у большевиков. Давай сразу так вот мискосок перейдем. Приехав в Германию, он сразу же прочитал первую лекцию, где раскритиковал большевистскую власть, высказал ряд своих позиций. Ленин, когда узнал, какую карьеру начинает Саракин делать в Европе, потому что Масарик, президент новообразованной страны Чехии, он пригласил Саракина читать лекции. Но Саракин сказал, ну знаете, мне надо как-то привести вообще мозги в порядок после этих всех пертрубаций. И поэтому я, наверное, не приму ваше приглашение. Тогда Масарик сказал, ну приезжайте просто так, я вам буду пенсию платить академическую. И Саракин приехал туда Уншлихту, одному из основателей вообще наших спецслужб, и Карахану, которые, вот эти два человека были ответственны за высылку философов и ученых на этом пароходе, очень сильно прилетело за то, что они Саракина выпустили. Надо ли мне говорить, что Иуншлихта и Карахана 1, 3, 7, 2, 3, 8 году благополучно почитали. И из Европы Саракин перебрался в США, куда его пригласили. Он очень хорошо подтянул свой английский язык. Практически, ну я не могу сказать, что он окончательно избавился от русского акцента, но ему удалось говорить на таком языке, который был максимально понятен американской аудитории, и поэтому его лекции были понялись колоссальной популярностью. И он все время топил за благодать любви, за креативный альтруизм, за понятия, которые подвел под научную базу. И есть ряд научных работ, которые объясняют, что им написанных, что, ну как он говорил, да, ненависть порождает ненависть, война порождает войну, а любовь порождает любовь. Поэтому он проповедовал вот идеи, которые никогда не будут популярны, допустим, у политиков и у военных, но которые в итоге оказываются правильными, поскольку исторический опыт показывает, что войны заканчиваются, убийство прекращается, и пока не находится какая-то движущая гуманитарная сила, катастрофа никуда не девается. И мы, к сожалению, сейчас находимся вот в ситуации, когда вот этот всемирно известный человек, один из... Ну, вроде доски. Один из... Апологетов социологии, довольно известен в Штатах, но абсолютно, к сожалению, неизвестен у нас. Слава богу, хоть мемориальную доску повесили. А вот на этом доме, ну, я вам сейчас покажу старую фотографию, и тут надо петь, наверное, песню «Но только ты, рыба моей мечты», потому что там был магазин «Рыба-рыба-рыба-рыба». А если посмотреть более внимательно, что там происходит, там висит у нас даже не мемориальная доска, а такой... Это, по-моему, адвокатская коллегия повесила. Вот это. Вот этот знак, посвященный художнику Венецианову, который скоро, мне кажется, начнет вообще слезать оттуда, да? Ну, Венецианов – это его, как бы сказали, кличка, но не его отца его, он грек на самом деле, поэтому его прозвали Венециано. Мы все знаем Венецианова по картинам, вот таким, знаете, пасторальным, вот эти вот пастушки, по тем крестьянки с серпами, вот они сидят друг с другом, им все хорошо. Но мы сейчас прервемся буквально на 2 секунды, потому что я им хочу показать карикатуры, которые малоизвестны вообще в широкой массе. Карикатуры на французов, которые Венецианов рисовал в 1812 году. Это такая внутренняя пропаганда, очень забавная и очень хорошо ложится в повествовательную кону всего того, что я делаю. Вот, например, на этой карикатуре справа два мужика говорят «Прощай, брат, кланяйся своим, не забывай наших». А Наполеон несет флакон с надписью «Рвотное» и сверху рецепт, который разлаглавлен, аптека русского солдата. Здесь у нас французские гвардейцы, которых взяла в плен бабушка Спиридоновна. Обратите внимание на то, как они одеты. У того, что слева на правой ноге женская туфля. Крайне показательная карикатура, отражающая пуху времени. Жид обманывает вещами, цыгане лошадьми, француз воспитанием, который вреднее. Добро пожаловать в антисемитский мир Российской империи. Ну и вы знаете, что все дворяне говорили на французском. Татьяна Ларина и ее создатель Пушкин изначально говорили на французском. Везде французские моды и все такое. И вот характерная карикатура французский парикмахер, где этот самый парикмахер поставил, ну, фактически, рога на голове у своего клиента и говорит, что, ну, вот это последний писк. Да, кстати, в конце, по традиции, вас ждет трек, на который в свое время был снят клип в этом же самом костюмчике. По традиции ссылка будет внизу в описании под этим видео. Ну, а мы тем временем идем с вами по очередной линии Васильева с КГ Острова. Я, к сожалению, не взял с собой книжку вот эту классическую про народовольца в Петербурге, которую я очень часто показываю. А она того стоит, потому что там, конечно, надо процветировать тот абзац, где говорится про злостного жандарма Судейкина, который использовал, вы можете себе представить, подкуп и провокацию в борьбе с революционерами. То есть, когда революционеры используют подкуп и провокацию в борьбе с правительством, это окей. А вот когда те, против кого они борются, используют это в ответ, это абсолютно неприемлемая история. Значит, мизансцена такова. Партия «Народная воля» уже практически разгромлена. Ну, Александр II отправился к праотцам. Все. Большинство арестовано, потому что там несколько человек начали максимально стучать, прежде всего, рысаков, который был одним из бомбовметателей. Но на волю остается еще несколько персонажей. Один из них... Там есть что-нибудь интересное? По-моему, я там был, и ничего там интересного нет. Нет. А? Ой, циферки, да, циферки старые. Нет, там есть, смотри, там камин, по-моему, сохранился. Ну, разве что вот это вот. Как я жалею все время про эти вот краски. Про это вот все. Ну, конечно, он был изящнее намного, и вообще-то все было лучше. Ну, вот видите, полы вскрывают, полностью ремонт делают. Буду делать стяжку. Грачевский оставался на свободе. Это один из динамитных техников народной воли. Вот про него писали, что он напоминал собой религиозного аскета. То есть, вот такие сжигали себя в никонианскую эпоху против нововведений. И действительно, у него было немножко валившее лицо. Я вам покажу пару его фотографий, портретов, сохранившихся. Они, к сожалению, очень плохого качества. Поэтому, извините за там пиксели, может быть, которые будут видны. Он решил, соответственно, возглавить покушение на этого самого Судейкина. Провокатора. Вообще, надо сказать, что в советской историографии слово провокация, оно относилось к тем вещам, которые для нас сейчас являются общим местом. Ну, то есть, это когда спецслужбы внедряют своего собственного агента, крота, в банды, в какие-то религиозные, в террористические организации. Ну, вот тогда это считалось провокацией. Хотя, по факту, это никакой провокацией не является. Провокацией является тот момент, когда, если вы, допустим, внедряете своего агента в банду и с помощью его пытаетесь устранить своего, допустим, конкурента. Ну, то есть, не знаю, вы сидите под министром внутренних дел и хотите убить этого министра внутренних дел руками террористов, чтобы занять его пост. Вот в этом, например, обвиняли Вячеслава Константиновича Плеве Молодого и того же самого Судейкина, что они там замысливали такие провокации, что оказалось полным вредом. Была, соответственно, снята квартира в 1882 году вот в этом доме. Она на третьем этаже располагалась, характерна была тем, что здесь был уже водопровод, соответственно, было удобно изготовлять бомбы. Дальше. Не в этом, а в следующем. Они просто очень похожи. Я не смотрю на номера, извините, да. И вместе с Грачевским там, например, был такой человек по фамилии Прибылев. Я о нем, кстати, упоминал в предыдущем своем выпуске, когда мы говорили про летний сад, потому что Прибылев, он потом женился на Анне Корба и она получила фамилию Прибылева Корба. Загремел он как раз после этой истории. Сняли они здесь квартиру, начали готовить эти бомбы, но их уже прекрасно накрыли колпаком, потому что Судейкин, в отличие от его предшественников, он дело розыска и сыска поставил на совершенно шикарный... Привет, привет. У вас очень классные видео. Спасибо. 300 рублей потом зашли вам за рекламу. Сюда я приехал. Да? Сюда приехали. В Питере? В Питере, из-за моих... Да, да. А как вас зовут? Меня Сергей зовут. Павел Перец изменяет жизнь. А откуда вы переехали? Я с Нижнего Тагила, с Урала. Ну, наверное, после Нижнего Тагила в Питере получше будет. Я бы так сказал. Да? Есть такие ностальгические ноты. А вот какие? Вот мне всегда интересно. Я просто не был в Нижнем Тагиле, но я знал людей оттуда. Как бы сказать? В Тагиле тоже есть своеобразный контингент, который попадается здесь, на улицах, который вы ласково именуете своими, так сказать, людьми. Но есть некие отличия. Какие? В Тагиле не всегда можно ожидать, что человек адекватен. В Питере с этим как-то полезно. К сожалению, это не касается не только Тагила, это касается большинства городов российского государства. В этом плане Петербург сумасшедший, но он как-то выгодолщен, что ли, в этом плане. Здесь я вас поддержу, действительно. Буквально сегодня гуляли на экскурсии, вышел алкаш и прочитал Заболоцкого. Вот серьезно. Причем Заболоцкого, не Пушкина. Я здесь сколько таких полумаргинальных с виду людей не встречал, каждый очень интересен по-своему. И с каждым очень интересно пообщаться. Ну что ж, я рад, успехов вам на наших болотах. Да, вам тоже. Спасибо большое. Потом зашлю человеку на карту деньги за то, что он вовремя пробежал, и так меня прорекламил. Тут киска была. А где ваша киска? А можно ее снять? Кисик. Здравствуйте. Мы из комитета по... Конечно. Ну сам-то я урод, надо как-то выделяться. Кисик, посмотри на нас. Мы из комитета по проверке котиков? Да, мы из комитета по проверке котиков. Но надо сказать, что в вашем заведении мы можем поставить пять баллов. Ваши котики... Ваши котики... Это она толстенькая или беременная? Она фигуристая. Она фигуристая. Она как это... Как это сейчас? Бодипозитив. Она на бодипозитиве. А как ее зовут? Жозефина. О, Господи. Жозефина. Тут должна петь эта песня. Кто это поет-то? Я застеснял котик. Ой, а ногти у вас какие, водочки, кошечки. А как вы имя печатаете на компьютере? Или вы не печатаете? Я всегда поражался, как можно с такими ногтями так вот печатать. Ну ладно, хорошо. Удачи вам. А мы вот рассказываем, на самом деле, там есть мемориальная доска. Вы знаете вообще, что в вашем доме была динамитная мастерская? Динамитная мастерская. То есть она была перепланирована. Понятно. Ну что, не знаю, позавидую вам. А это ваше заведение? Да. А, ну слушайте, вы прямо спускаетесь и на работу. Спасибо большое. Вообще огонь. Ладно, удачи. До свидания. Жозефина. Кто это поет? Не тот, который You can leave your head. Не Джо Кокер. Нет, не Джо Кокер. Какой-то другой чел. Ну, пример из той же. Вот, мемориальная доска. Видите, написано в этом доме, номер 24, в третьем этаже в 1882 году появилась подпольная динамитная мастерская партия «Народная воля». Ну, слово, конечно, подпольная. Пойдем туда. Наверное, придется опять. Слово подпольная это, конечно, извините. А какая она еще может быть динамитная мастерская? То есть открытая. Уважаемые господа, приглашаем вас в нашу динамитную мастерскую, где мы будем изготовлять бомбу для убийства жандарма Судейкина. Да. Зонт открыть. Да, я могу подержать. Но, поскольку их пасли, в какой-то момент сюда пришли палатеры. Ну, а под видом палатеров, естественно, скрывались сотрудники отнюдь не уголовного розыска, филеры. В общем, все были арестованы благополучно. Сейчас на секунду прервемся, потому что, ну, во-первых, вот здесь это один из самых моих любимых домиков не только на Васильевском острове, а в принципе у нас в Петербурге. И больше того, я вам могу сказать, я сейчас подставлю фотографию, этот дом не менялся тут с 60-х годов. Кто бы ты ни был, что бы ты ни делал. Ну, давай, сними меня. Не, можно? Можно. А ну, вот. Можно и не одну, можно две, три. А ты блогер? Я, нет, какой я блогер? Блогеры это такие люди, которые зарабатывают миллиарды, сидят, да, спасибо, сидят на подсосе у Госдепа, а я всего лишь у английской разведки там чуть-чуть получаю. Тук-тук, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет, а никто там не живет. Слушай, он, видишь, все, нет, не видишь. Тут очень, да, очень, очень темно, очень темно. Там лежит разбитый унитаз. Пахнет так себе, да, в кофейне получше, да, наверное, пахнет. Бомбоубежище вот здесь у нас находится, небольшое, гораздо меньше, чем то, которое было у нас в тоннеле. И тоже есть фотографии и в эту сторону, и вот в эту сторону. Схамали они остатки народной воли. Грачевский прославился в кавычках тем, что он загремел в Шестельбург, и там был очень жесткий, конечно, надзиратель, соколов. Его называли Иуда. и, ну, то есть, понятно, что какой там был режим содержания, все от него стонали, так вот, Грачевский себя сжег. Он обложил себя, соответственно, портянками, поджег, сгорел заживо. Каким-то образом эта история просочилась наружу, и надо сказать, что он вот своей смертью облегчил режим обитания всем остальным. Вере Николаевне Фигнер, Николая Морозову, Герману Лопатину, в общем, всем тем, кто потом стали такими иконами и общепризнанными авторитетами, настолько признанными, что их даже не трогала большевистская власть, когда она закрывала общество старых большевиков, общество катаржан и социально-поселенцев. Вот, прекрасная тоже история. Одна из моих любимых. Сегодня мы сделали фотосессию, там будут совершенно сумасшедшие кадры. Ну что ты, хочешь фотографироваться можешь со мной, нет? Нет, посмотри. Ну смотри, абсолютно я не против. Вот будешь плохо учиться, будешь плохо учиться и плохо играть в футбол, у тебя просто такие волосы. Поэтому хорошо учись и хорошо играй в футбол. Хорошо. Хорошо, обещаешь мне? Обещаю. Как тебя зовут? Дамир. Дамир, приду через год проверю, я здесь каждый год экскурсии вожу. Хорошо. Все, договорились. Я? А ты никому не скажешь? Нет. Я американский шпион. Работаю на ГУСДЕП. Хорошо. За печеньки. Хорошо? Все, никому не говори. Понятно? Все. В какие ФБР? ФСБ? ФБР, блин. Причем тут ФБР? Бедные дети. Какая у них каша в голове. Как они будут предавать свою родину, в конце концов. Да? Смотрите на эту прекрасную стену. Вот что-то с лосами. Да, вы знаете, постоянно сам замечаю, какая-то катастрофа просто. Да. Вдруг ты не знаешь. Вдруг я не знаю, что мне что-то с лосами. Чисто хаотичное расположение окон, потому что... Можно фоткать? Ну, давай, давай. Давай, Дамир. Давай. Все, спасибо. Все, давай, играй в футбол. А за кого болеешь? За Зенит. За Зенит? Ну, это, так сказать, по молодости у всех. Потом это проходит у нормальных людей. Вот, смотрите, какая чудесная картина, которую мы очень часто наблюдаем. А, нет, здесь еще, кстати, нормально. Здесь еще... Тут просто нету на первых двух этажах квартир. А так дальше нумерация вполне себе симпатичная. Так вот, что я всегда спрашиваю экскурсантов и что я всегда говорю. Да, это окончил свою мысль. Соответственно, они были авторитетами. Прибылев был одним из главных в Советском Красном Кресте. И когда, соответственно, вместе с этими всеми обществами Красный Крест тоже закрывали, за Прибылевым пришли. И короба просто легла вот так вот поперек порога и сказала, я только через мой труп. И его оставили в покое. Но это еще были середины 20-х годов. Времена были вегетарианские. Я думаю, что если бы он дожил, он умер с своей смертью, если бы он дожил до конца 30-х, уже никакие поклажи тело поперек порога, его не спасли. Вот висит мемориальная доска, что в этом доме была динамитная мастерская. И никого ничего не смущает. Ну как, почему не смущает? Потому что, во-первых, мало кто на нее смотрит, на эту мемориальную доску, на 100 лет обет она отдалась. А во-вторых, советская идеология преподавала этот процесс определенным образом. Но если это переиначит, то представьте, вот сейчас против какого-то высокопоставленного лица замысливается террористический акт, изготовляется бомба, а потом происходит какой-то государственный переворот и вешается такая мемориальная доска. То есть это же нам покажется странным, а ведь тем временем собственно, чем одно отличается от другого. Только контекстом, только, как говорят вам, какие стандарты? Простые или двойные, да? Сейчас зайдем, нет, сюда, не сюда бы дальше зайдем. А при том, что я, поскольку очень много, часто и до сих пор достаточно детально занимаюсь изучением всех вот этих историй, связанных и с народной волей, и с СССРами, и со всеми остальными. А? Давай, давай сфоткаемся, давай. Ю-ху! Спасибо. О чем? Экскурсия? А, экскурсия? Да про все, и про народную волю, и вот сейчас будем рассказывать про Ушакова, и про проходные дворы. Вот. Ладно, подписаны, спасибо. Все, спасибо. Видите, сколько подставных лиц в этот раз, да? Представляете, как это влияет на мой бюджет? Каждому нужно заплатить, чтобы они подошли в кадр, сфотографировались, сказали, а, Госдеп, конечно, Госдеп выделяет средства, и я их трачу на вот этих людей. Они даже не знают, несчастные, что они это все делают на проклятые деньги, пиндосов, американцев. Ой, стыд мне и позор на мою сюдую золотую голову. Вот очередная шахта. Здесь у нас двор более-менее приличный, и он, видите, достаточно реновирован в последнее время. Хотя, конечно, вот эти вот закутки продолжают нас радовать, и здесь есть прекрасный диалог, который я недавно обнаружил. Смотрите, какая чудесная картина. Пить лохом, быть, зачеркнуто, пить, жить. Вот такие диалоги у нас ведутся в городе посредством настенной живописи. То есть, людям все равно мало интернетов, мало мемасиков. Смотри, какая чудесная скелетонка. Ну, а теперь мы как бы меняем тему нашей беседы и переносимся совершенно вообще в другую эпоху, в век восемнадцатый. Екатерина вторая. Недавно, ну, как недавно, относительно, я имею в виду, там, вековой истории, РПЦ вознамерилась канонизировать какого-нибудь, значит, нашего военачальника. сначала хотели Суворова, но Суворова не канонизировали. Почему? Потому что он, я об этом уже говорил, это он такой с виду, такой старичок-боровичок, петухом пел, там, скакал по стулем. А вообще, конечно, с точки зрения, там, его военных подвигов, у него, там, в Польше, например, такие деяния, что в Польше Суворов рассматривается как Гитлер тех веков. А вот Ушаков, флотоводец, он был известен тем, что, например, при нем ни один его матрос не попал в плен. Ну, тут, конечно, надо делать поправочку на то, что все-таки количество тех, кто служит на флоте и количество тех, кто бегает ногами по земле, оно очень сильно отличается, потому что во флоте это все ограничено вместимостью корабля. С Ушаковым тоже крайне интересная история. Он такой инноватор той эпохи. Он был из мелкопоместных дворян. У него там крепостных было, не знаю, дай бог, два десятка. Пошел по стандартной военной лестнице и очень приглянулся Потемкину. Потемкину на Таврическому. На тот момент еще просто Потемкину. И Ушаков прославился несколькими вещами. Причем одна из них не связана совершенно с морем. Дело в том, что была эпидемия холеры, чумы точнее, да, и что сделал Ушаков? Он вывез весь свой личный состав в степь, поселил каждого в отдельной землянке, все это огородил кострами, которые заставил жечь непрерывно. Все они натирались уксусом, причем костры эти жглись еще с добавлением всевозможных трав, и у него не умер ни один человек. В то время, как вокруг все мерли, и вот за это получился первый ордер. Почему я рассказываю об этом здесь? потому что вот здесь висит мемориальная доска, которая опять-таки мало кем замечается. Надо отдать должное тем, кто ее сделал. Они написали правильно, что на этом месте находился дом, в котором жил реки русских фотоуэзис, адмирал Федор Ушаков. Потому что иногда, как в случае с допустим мемориальной доской Пушкина на театральной площади, пишут, что в этом доме жил Пушкин. А Пушкин там не жил, потому что дом уже 2,5 19 века. И обратите внимание на то, как изображен здесь Ушаков. Потому что если вы загуглите на самом деле Ушаков, нажмите слово картинки, вряд ли это вы сделаете, потому что для этого вам надо быть либо упоротым реконструктором, упоротым историком, либо мною, допустим. Вы найдете скорее всего вот этот портрет, который я вам подставлю, это портрет художника Баженова или Бажанова. Это вообще начало 20 века, чуть ли не 1911 год. Дело в том, что никто не знал, как вылить Ушаков. Не сохранился у портретов, был один, непонятно соответственно кем написанный и непонятно кого изображающий. И когда Герасимов, соответственно наш гений реконструкции по черепам внешности человеческой, когда вскрыли соответственно могилу, а это было важно, поскольку при Сталине начался опять этот вектор разворачиваться в русскую историю, поэтому появились обратно все эти Суворовы, Кутузовы и Ушаков в том числе. Нужно было понять, как Ушаков выглядит, когда ее вскрыли. Выяснилось, что вот реконструкция Герасима показывает, я вам сейчас поставлю, как он выглядит, ну абсолютно лицо абсолютно отличное от того, что мы наблюдали там. Ушаков придумал совершенно потрясающий метод обучения матросов собственных меткой стрельбе. Пойдем там по бульварчику прогуляемся. Он соорудил такие огромные качели, поставил на конец этого основания пушки, расположил в море такие мишени в виде огромных флагов парусов и они раскачивались и Ушаков заставлял ловить их тот момент, когда соответственно пушка находится либо в горизонтальном положении, либо на море в ой, смотри, там тетенька танцует, пойдет уже потанцуем с ней и стрелять. И таким образом он соответственно добивался точности стрельбы. И потом, когда они уже стреляли в море, у его эскадры была самая точная прицельная стрельба. Вот благодаря этой тренировке. Затем Ушаков выработал еще один метод соответственно ведение боя. Вообще, давай потанцуем? Да. Давай. Не, я могу так, можно без музыки. Ты начинай, я подхвачу. Сейчас. Давай. Ну, можно. Давай. Все, я понял. Тем, давай. Боже, какой омбре там. Поехали. Дискотека. Дискотека. Ух. Отлично. Танцуют все. Под Рамштайн это надо делать. Все, удачи. Все, потанцевали. Пошли дальше. Что-то сегодня прямо какой-то день. Просто я люблю свой город. Я обожаю свой город. Я не могу без него жить. я понимаю, что вряд ли я смогу жить где-то в другом месте. Единственное, что я собираюсь наконец в этом году окончательно бесповоротно осуществить свою мечту и вольнуть отсюда. Как в ноябре, как в декабре, так и в январе, феврале. На какие-то сроки, чтобы избежать вот этого дипостника. Но пока здесь хорошо. Я накупался в заливе. Совершенно потрясающая погода, потрясающая вода. Я живу Сестрорецкий. Все, ништяк. Как раньше происходили морские баталии? Две морских эскадры встречаются и начинают друг по другу палить. Кто друг друга потопит, тот и выиграл. Причем у нас же в сознании обывательском, как мы себе представляем, морской бой нужно просто корабль потопить за счет того, что ты пробиваешь, делаешь пробоину. На самом деле очень часто корабли, поскольку они были из дерева и все пропитаны от гнилья фактически горючими материалами. Они очень хорошо горели. Даже были специальные такие, я уже как-то сказал, меня там поправили бронскугели, да, ну вот в Кронштадте у нас есть на самом деле как они выглядели. Их раскаляли и так шмаляли. Но потом мне сказали, что вроде как на кораблях их не использовали. В общем, я уверен, меня смотрят люди более знающие. Я вообще не претендую на имя эксперта по всем этим делам. Вы там в комментариях поясните, как это на самом деле происходило. Так вот, Ушаков додумался до вещи, которые сейчас нам тоже кажутся очевидными. нужно подплыть и загасить флагманский корабль. И тогда, соответственно, ну особенно турки не будут знать, что им делать дальше. Потому что когда вот спрашивали даже Ушакова про характеристику турецкого флота, он говорил, что да, это действительно ну там есть выдающиеся офицеры морские флотоводцы, но вот как бы вот этот нижний состав это просто, конечно, застрелиться и не встать. Поэтому как только он убирал вот этот флагманский корабль, он дальше уже делал техники, он таким образом выигрывал битвы. И вот за счет всего этого он у нас вошел в историю, он очень уважался Османской империи, более того, там же потом так получилось, что им они сначала друг с другом воевали, а потом им надо было вместе воевать против общего врага. Ну, понимаете, как бы это политика. Сегодня ты играешь в джаз, а завтра в родину продаж, и все такое прочее. Поэтому сегодня ты воюешь с одним, а завтра ты с ним дружишь и воюешь против третьего. Нет более тесной спайки, чем общий враг. Сейчас идем налево. Сюда. А мы на самом деле здесь уже были, только мы проходили вот оттуда, мы сейчас такого круголя свершили. А дождь-то прекратился на наше счастье. В этой арке хорошая акустика. Ля-ля-ля, три рубля. И во дворе, кстати, тоже. Уникальная ситуация, когда у нас здесь во дворе есть вот такой вход, каким-то образом фигурно отмеченный. Обычно на такие вещи не заморачивались. А вот здесь заморачивались. Вот вы не представляете, вот сейчас они что-то там грузят, вот какая здесь слышимость, да? То есть вот эти дворы, они обладают абсолютно не уникальной, а просто особенностью вот этого эха. И поэтому если кто-то где-то то есть можно встать и различить спокойно, что они там говорят. Если кто-то где-то орет или делает еще что-то, то, конечно, все соседи знают. Здесь, как вы видите, можно можно идти туда, можно идти, ну, туда и прямо выйти, но мы пойдем прямо и потом свернем направо и будем особым образом. Вообще, надо сказать, что когда ты намечаешь какие-то туры, ты все время как вот этот вот сказочный герой у развилки трех дорог. Да, налево пойдешь, направо пойдешь. Потому что можно особенно на Васильевском остров можно проходить разными путями, но тебе все время кажется, что вот там интереснее. И иногда бывает так, что я по ходу пьесы свои маршруты переколбашиваю. Экскурсанты об этом не знают. Но я в этом честно признаюсь. Вот здесь у нас есть много я видал всяких колесоотбойных столбиков, но вот такого я не видал ни разу. Есть еще? Ну, есть, ну, да, что-то мне малину портишь. Да, попадается, но я хотел сказать, что этот единственный неповторимый. Все, запоганили мне. Да, ну, в общем, посмотрите, какой он фигурный. Да, есть, на самом деле, даже в Строгановском дворце на Невском проспекте, только они там не из камня сделаны, они сделаны из чугунины. И я... Да, спасибо, брат. Всем нравится золотой ирокез. Ну, и второй мотив, который я встречаю, все время показываю, это вот эти вот мощнейшие контрфорсы, которые подпирают стены, и вуаля, опять наша любимая драночка торчит. то есть дом деревянный, вот эти... в смысле дом каменный, ну, вот эти перекрытия, они, конечно, доставляют массу удовольствия всем, кто этим занимается. На Васильевском острове на самом деле есть несколько адресов, которые связаны с... Вот я сейчас пишу книгу про историю, про именно такой... библиотека-путеводитель до революционного терроризма, то есть здесь, например, возвращаясь к предыдущему выпуску «Летнего сада», на углу 16-й и Большого проспекта встречался Максимилиан Швейцер с первым бомбовентальщиком, когда они пытались еще самый первый раз убить Вячеслава Константиновича Плеве, и потом они ехали, и у них все было вот рассчитано по минутам, где кто входит в эту пролетку, забирает бомба и выходит. Я вот каждый раз думаю, вот представляете, мы сейчас, имея с вами все эти там навигаторы, чаты ватсапах и прочее, и то иногда не можем там сорганизоваться. А прикиньте, в то время, когда у вас ничего нет, вы заранее это все обуславливаете, это, ну вот, сверим часы, когда вы в последний раз слышали такую историю про сверим часы. Привет нашей полиции, которая нас убережет. Вот здесь тоже часто задаю вопрос. Видите, дом на самом деле, он изначально был в конструктивистском стиле задуман. Ну, во-первых, нанесен рост зачем-то это вот эти полосы, а самое главное, пущен меандр по уровню первого этажа, что, в принципе, с точки зрения стилистики вообще неприемлемо. Ну, потому что там конструктивизм или функционализм предполагает абсолютно минималистичный дизайн, декор и все такое прочее. А поскольку время уже менялось, то приходилось им заниматься и подобными вещами. После дождя непривычно, конечно, пустынно в этих местах, но на самом деле, я вам открою страшную тайну, здесь очень часто так. Я вот почему люблю водить несколько у меня таких есть излюбленных маршрутов. Вот сегодня мы гуляли, например, в Коломне. конец фонтанки, можно спокойно переходить толпой через улицу, машин практически нет, людей практически нет. Ну, понятно, что кто-то уехал на дачу к себе. И в этом плане, например, вот мой образ жизни, он гораздо более мне привлекателен, поскольку ты на выходных в городе, а потом ты, наоборот, за городом. Привет, а что, чем вы занимаетесь-то? Сидите дальше. Я думал, может быть, вы венчуль какую-нибудь показываете? Да? Не хочу. Это потом. Ну, ладно. Продолжайте свою путешествию. Спасибо за разрешение. Может, он поделится каким-нибудь блоком. Вот это вот все. Мы бы с ним позанимались ниткими руками. которыми я уже сто лет не занимался. Мы с вами подходим к творению Иеронима Китнера. Это ближайший коллега и соратник Виктора Шрётера. Напоминаю, это те два архитектора Шрётера с Машерочкой, которые топились за кирпичный стиль. Вот буквально сегодня я опять показывал один из домов Шрётера на фонтанке. Он присутствует у меня. видео, где я хожу с таким, по-моему, зелёненьким аракезиком прошлогодним. Это школа при церкви Екатерининской Евангелистической, которая стоит у нас в самом начале Большого проспекта по проекту архитектора Фельтона. Он строил церкви такие, ну, почти однотипные. Она очень напоминает церковь Лазаревскую, стоящую на Невском проспекте. Здесь они очень интересно обработали вент-шахту от Боба-убежища в виде доски объявлений. Теперь здесь, видите, вывешивают, причём повесили специальные такие вот штучки для бумажек, но бумажки висят всё равно по-особому. Это изнанка этого здания. Сейчас мы посмотрим на него с той стороны. Там был совершенно потрясающий потолок готический. Примерно такой же потолок, какой сделал Николай Бенуа. Я вот скоро буду делать проект, ну, коммерческий проект для одной структуры под названием «Газ, который вот скачает у нас». Не будем упирать её суе. И буду рассказывать про конюшню в Петергофе по проекту Николая Бенуа. Вот в этом здании вот это Китнер, это уже другой архитектор. Абсолютно убийственный, знаете, в стиле Генриха Восьмого. Потолок и вообще само здание, оно такое программное для той эпохи, то есть кирпичные вот эти вкладки плюс огромные окна. Ну и вот эта вот роза над входом, это уже атрибуция функции здания как учебного. сейчас здесь находится администрация Шверсовского района и естественно перед ней стоит памятник, один из первых памятников Владимиру Ленину. Для начала я хочу вам показать фотографию, сделанную примерно с этой точки. Обратите внимание, что на заднем плане дом еще старый, то есть вот этой всей махины нет. Ну и Ленину немножко вытянул губки. Но этот памятник он связан у нас с одной байкой, которая естественно байка, но она мне очень нравится. Когда это еще на заре своего становления пользователя ютуба как производителя контента и когда в жизни не думал, что я буду называться блогер или ютубер, но сейчас вследствие проникновения этих слов в нашу речь ничего другого в голову не приходит. У меня был выпуск про это дело, но нам надо будет дойти до нашей финальной точки и там я расскажу с чем это связано. Потому что мы с вами идем по бульвару и я вам сейчас покажу фотографию. Она на самом деле конечно была сделана не здесь, она была сделана на углу как раз таки шестой, восьмой, девятой линии Большого проспекта. То есть если мы развернулись в эту сторону, то мы бы раньше видели вот такую картину. Обратите внимание, как изменилось все с тех пор, никаких заборов и всего остального. Это очередной дом по проекту Леонтия Бенуа. на самом деле, даже если бы не знали, что это он, могли бы его вычислить по этой серой фактуре и по этому козлу. Абсолютно примерно такой же козел у нас присутствует на фасаде так называемого дома трех Бенуа, который располагается у нас между Каменноостровским проспектом и Кромовской улицей. Здесь вот такие же мощные вот у нас, видите, рога изобилия. Традиционный мотив для увлечения бабла. Пойдем перейдем быстренько. Опять дождь начинается, надо закругляться. Здесь уже, видите, потихонечку начинается меняться архитектура, появляется большое количество современных зданий советской постройки, это уже 17-я линия. Если мы пойдем вот туда, мы придем к бывшему клубу Там-Там. У меня есть и видео об этом, и недавно я, собственно, экскурсию там снимал. Дело в том, что здесь у нас чуть дальше располагается здание пожарной части, до которой, возможно, мы и не дойдем. Касая, да и пусть касая. Вся жизнь наша касая. вы не обидитесь на нас, если мы не дойдем до пожарной части. Опять дождь начинается. Здесь у нас зато располагается сад камней. Это, если вы смотрели фильм «Ведьма и Блэр», «Ведьма из Блэр», вы понимаете, кто эти камни сделал. Поэтому, когда вы придете в 12 часов ночи к тому зеленому дракону, чтобы услышать, как дети стонут из-за его пуза, то вспомните про этот сад камней, который сделан ради их спасения. Только сюда надо приходить уже не в 12 часов ночи, а в час. Давай сюда выйдем. Друзья мои, вы знаете, что точно так же, как я переколбашиваю свои экскурсии, когда вожу людей, вот, к сожалению, иногда приходится переколбашивать свои экскурсии, когда я и снимаю видео. Опять начинается дождь, и просто мы смотрели по прогнозу, что сейчас он должен уже пойти такой вере основательный. поэтому извините, пожалуйста, что я рассказал вам не все, что хотел, ибо вы все равно не узнаете, что я хотел рассказать. Поэтому считайте, что я рассказал вам все, что хотел. Но я обязательно сниму экскурсию с той стороны, потому что там есть и мастерская пролова, и я уже тогда расскажу про казармы финляндского полка, и как они связаны опять-таки с терроризмом, с историей нашего терроризма. От себя хочу напомнить, что идут экскурсии каждый вечер четвергая и пятницу, и в субботу они идут либо в два, либо в шесть вечера. Смотрите, следите за анонсами до субботы воскресенья, но видите, пора закругляться. Смотрите за анонсами на сайте. Каждому из нас свой срок, в течение унесло вину. Долетай, не скупись, покупай, живопись. Литературка свеженькая, девочки, берем только что с прилавка остросоциальный роман Корень про Петербург конца 90-х, начало нулевых, написано автором с 98-го по 2000-й год. Восьмой покупайте неоднозначная книжечка, правда, хочу сказать сразу, а вот это однозначная книжечка, путеводитель по Невскому Невски с перцем, много картинок, масса интересных фактов, читать можно в любой точке страны. Также уважаемым пассажирам предлагается совершенно потрясающее публицистическое издание про пиар во время русско-японской войны, оснабженное иллюстративное материало, некоторые картинки опубликованы впервые, книжки можно купить как на сайте, так и после экскурсии, в этом случае я их подписываю. Приятной всем дороги и специальная для вас песня! В мире так много различных мнений, но если ты стопроцентный гений, то не можешь признать, что у кого-то еще может быть свое мнение там за плечом, там за спиной кто-то мыслит иначе и твое лебедо от этого плачет, а ты не согласен, ведь ты прекрасен и потому не согласен. Как вообще может этот мудак петь, танцевать, выражаться, вот так выглядеть, как последний чмо в башку? Ему не приходит само собой разумеющаяся мысль, что он одет как помойная крыса. Я обязан об этом сказать, написать, ведь он должен об этом узнать. Спири уши Оставь уши Ах нет, оставь уши Ах нет, оставь уши Ах нет, оставь уши Распространяться об этом не будем Что вокруг все разные люди Что мир состоит из плоти плена Но не пойму какого хрена Этот сорокалетний дед Так прилизан, так прилично одет И по советской моде подстрижен Куда он навострил свои лыжи Вопрос давно изучен, понятен Мужчина должен быть неопрятен Довольно раскован, как черентана Взгляд, как искусство мужского капкана С девушкой нужно идти ва-банк И если ты немного не фанк Не стоит рассчитывать на успех И не будет интимных утех Взбивши! Оставь узи! Взбивши! Оставь узи! Оставь узи! Ах нет, оставь узи! Взбивши! Оставь узи! Взбивши! Оставь узи! Оставь узи! Взбивши! Ах нет, оставь узи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочешь взорвать пуканы? Вспомни про лидеров нашей страны Эпохи империи или союза Каждый эксперт надорвет свое пузо Поэтому делай так, как считаешь Иначе сам никогда не узнаешь Как разрешить главный замес Быть с усами тебе или без Обязательно, пожалуйста, покупайте билеты заранее Потому что они, ну иногда бывает, что они быстро заканчиваются Но в сезон Понятно, что когда я буду водить осенью Там не будет уже, наверное, такого уж прям ажиотажа То есть люди будут ходить, но без, так сказать Без аншлагов Но вот сейчас, пока лето Когда все ломятся в Питер Питер обогнал, по-моему, Москву Там по каким-то показателям Поэтому покупайте заранее Чтобы потом не звонить мне И напрашиваться в самый последний момент На этом все С вами был гид Павел Перец Увидимся, пока Субтитры сделал DimaTorzok